Продолжение следует... 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 Ману – взгляд Теософа. Здравствуйте, дорогие участники Конгресса. Для начала несколько общих замечаний, касающихся древних и средневековых индийских текстов. Они непросты для перевода. Чем древнее текст, тем его сложнее переводить на любой европейский язык. И неспроста уже в средние века в Индии появляется огромный пласт комментаторской литературы. То есть, скажем, индийский ученый напишет небольшой текст, 100-200 строчек стихотворных, но он настолько сжатый, настолько афористичный, что читатели не могут понять, о чем он. Сами индийцы не могут понять, и возникает необходимость расшифровать, что же там говорится, прояснить, что имеется в виду. Другой автор, скажем, через 100, через 200, через 500 лет, может написать огромный текст уже на сотни страниц, который бы пояснял, что имелось в виду в этих 100 строчках. Но бывает так, что и комментарии написаны тоже не очень понятен. Ещё через 100, 300, 500 лет возникает комментарий на комментарий, который разрастается в объёмах и так далее. Вот такая любопытная индийская традиция. В этой традиции такие комментарии называются бхаашья. И любопытно заметить, что труд Елены Петровны Бловацкой «Тайная доктрина» написан как раз в жанре бхаашья. То есть есть маленький текст «Станцзиан», они совершенно непонятны простому какому уму, но после определённых комментариев, прояснений, буквально там отдельные слова или строчки, Елена Петровна Бловацкая достаточно подробно разжёвывает, уже становится хоть что-то понятно. Академическая западная традиция в работе с такими текстами выработала определённый подход. Вот. Учёный берёт индийский текст, он ему, конечно, поначалу не очень понятен, несмотря на, может быть, хорошее знание языка. Поэтому и западный учёный, ну не только западный, и индийский учёный тоже, берёт комментаторскую литературу, читает. Изучает первичные значения корней слов, изучает близкородственные учения, изучает живую традицию, то есть общается с теми людьми, которые являются приверженцами этого древнего учения, если оно вообще дожило до наших дней. Ну и таким образом учёный приближается к пониманию того, что написано в тексте. Разумеется, за 100-150 лет, вот так же, как и в естественных науках, нам сегодня Сергей Павлович по этому поводу много говорил, в индологии, в санскритологии были сделаны весьма существенные продвижения. И, тем не менее, ни один воскресенье, уверяю вас, ни по одному учению, ни по одному тексту религиозно-философскому не сможет абсолютно уверенно сказать, что да, он всё понял, он всё прочитал, всё равно ему что-то становится непонятно, останется непонятно. Что касается теософов, которые тоже по волею судьбы знакомятся так или иначе с индийской литературной традицией. Центральный тезис теософии состоит в том, что существует универсальное знание, которое говорит о происхождении, о структуре, о законах развития и о фундаментальном единстве Вселенной и человека. И одна из ключевых задач теософа, исследователя, это нахождение этого универсального знания, причём он обращается и к древним текстам, и к научным исследованиям, и к своему личному опыту. И сложность задачи теософа несопоставимо большая, чем у исследователя академического, у учёного, который просто работает в рамках обычной традиционной науки. И вот в чём дело. Вот это универсальное знание, которое постулировано в теософии, его нигде нет в исчерпывающем и ясном виде. То есть человек должен читать различные тексты и выделять вот эти вот зёрнышки, эти искорки знания. И с индийскими текстами, уверяю вас, всё точно так же обстоит. Вот если мы возьмём весь комплекс священных индийских текстов, разложим их, прочитаем, ознакомимся, уверяю вас, никакой единой картины о том, как устроен мир, каким образом он развивался, нет. Потому что тексты очень разные. Создавались разными людьми в разные века, используют разную терминологию, разные образы, разные схемы и даже спорят друг с другом. То есть прям буквально идёт полемика. Этот вот говорит так-то, но на самом деле мудрые-то знают, что вот так-то и так далее. Поэтому в этом океане индийской литературы для нас таким маяком, ведущей звездой, может явиться, конечно, труды Елены Петровны Блаватской. Именно в тайной доктрине разоблачённой Изиде приводится определённый перечень наиболее важных трудов, с которыми имеет смысл знакомиться для того, чтобы выделять вот эти вот, так скажем, элементы, эти осколки знаний, иногда затемнённые во времени, иногда покрытые налётом таких вот экзотерического такого камуфляжа. И вот одним из таких текстов является текст под названием «Законы Ману», или как его больше в Индии знают, «Манавадгарма-щастра», «Манава-самгита» или «Ману-самгита» или «Ману-смурти» на санскрите тоже вот название. Этот текст, его возраст оценивается в более чем 2000 лет, но возраст именно текста самого, то есть примерно 2000 лет назад текст окончательно кристаллизовался. Сколько лет, сколько веков, тысячелетий он существовал до своего оформления, это, в общем-то, большая проблема. И как он сформировался? Он написан на санскрите, состоит из 12 глав, в которых почти 3000 двустишей. Авторство этого текста приписывается прародителю человечества Ману. Кстати, вот само слово Ману – это слово однокоренное с русским «мнить» или «помнить». То есть вот это вот мыслительные процессы. Ман здесь корень отражает. И он повествует о самых разных вещах, но вот первая глава этого текста, а вот я, кстати, могу вам показать, как это выглядит в печатном варианте, первая глава этого текста, она рассказывает о происхождении мира. Я взял только первые 30 двустишей этой первой главы, которая рассказывает о первичном творении мира, и перевёл на русский язык, конечно, столкнулся с определёнными сложностями. И вот это первичное творение, оно, конечно, достаточно сложно понимается, если его просто переводить, вот так сказать, по словам. И очень коротко скажу, что же здесь происходит, да, согласно закону Ману. Изначальная Вселенная покрыта тьмой и как бы погружена в сон. Самосущий рассеял тьму и самопроявился. Он сотворил священную воду и выпустил в неё своё семя или энергию. Вот семя стало яйцом, в котором самозародился прародитель мира Брахма. И по истечении года Брахма собственным ментальным усилием раскалывает это яйцо. И из них, из этих осколков составляются небеса, земля, промежуточная сфера, направление и вечное место пребывания священных вод. Затем извлекается Мана, Сахамкара, Великий Атман, Индри. И создаётся время, его деление, деление времени. И создаётся весь психокосмос, я бы так сказал. То есть некий принцип аскетического жара, наслаждения, гнева. И возникает дифференциация на пары противоположений. Справедливое, несправедливое, мягкое, твёрдое, счастье, несчастье и так далее. И только затем, после появления вот этого огромного психокосма, возникает человек, как бы встраивается в эту грандиозную структуру. Вот как раз если мы сравниваем с текстами Станс, Диан, то видим и первичную тьму, и погружённость в сон, и вот это сияющее яйцо с зародышем, и первичные воды, создание времени, атомы. Переход в определённый момент от неизменного вечного состояния к первичному, разложимому и разрушаемому. И, конечно, вот этот первичный акт творения, он является таким очень беглым, кратким наброском того, что раскрыто в колоссальной панораме Станс Диан. И поэтому перед исследователем встаёт такая нетривиальная, но очень интересная задача, глядя, подглядывая в тайную доктрину, в комментарии Елены Петровны, попытаться понять, что же вот в этом довольно тёмном рассказе, не очень неясном рассказе в законах Ману говорится. То есть как бы уточнить эти туманные понятия, которым там две, три, не знаю, сколько там тысяч лет. Я взялся за эту задачу, и будут опубликованы более развернутые рассуждения, но я бы вам хотел на одном-двух примерах показать, как это можно сделать. То есть как можно подсказки из тайной доктрины применять для уточнения перевода древнего космогонического текста. Вот первая глава, стих 23, написан на санскрите, и перевод его такой. «Чтобы жертвоприношение имело результат, Брахма выдаил из огня, ветра и солнца вечное троичное священное знание, обозначение трёх частей которого таковы – Ри, Яджур и Сама. Вот эти три части священных текстов. Вот и в этом шлоке, в этом двустише понятно всё, за исключением странного такого соединения огня, ветра и солнца. То есть какого-то ясного соответствия между Ригведой, Яджурведой, Самоведой мы не находим. И эндологи обычно так и переводят огонь, ветер и солнце. Или огни также может означать бог огня. Имя огни. Ваю – это бог ветра. Что бы значила эта связка? Ну вот нам на помощь приходит книга Дзиан, третья станция, шестой параграф или шлока. Там мы читаем об океане бессмертия, который был огонь и тепло, и движение. Вот к этому маленькому замечанию, да, в этой фразе, к этой фразе Елена Петровна даёт комментарий, что эти огонь и тепло, и движение, конечно, не есть огонь, тепло и движение физической науки, но отвлечённые принципы, ну именно, или душа естества этих материальных проявлений. То есть она показывает, что это не просто некие составляющие элементы, это глубокие фундаментальные принципы бытия. И таким образом мы можем вот именно в этом месте не просто говорить непонятно ветер, огонь, а прийти к выводу, что огни – это особый принцип огня, нумен огня. Ваю – это принцип движения, что есть ключевая характеристика ветра. И рави – это то, что обычно переводится солнцем, но в действительности это глубокий фундаментальный принцип тепла. И ещё один стих, вот перед вами это глава 1, стих 22, в котором заключено такое значение. «Этот могучий Брахма также сотворил неосязаемый сонму тех, чьей природой является действие карма, богов, живых существ и садгьев, а также вечное жертвоприношение». Ну вот тоже эндологи не могут до конца понять, что же здесь имеется в виду под этими словами, особенно садгьи. Когда не знаешь, как перевести, оставляй в тексте, как есть в санскрите. Там садгья, и тут мы в русском тексте тоже можем написать садгья. Вот на помощь снова приходит книга Диан, где пишется, где говорится, что «от божественного человека произошли формы, искры священные, животные и вестники сокровенных отцов». Это книга Диан, станция 4, шлока 3. И к этой станции Елена Петровна даёт достаточно развернутый комментарий со ссылкой на один из ключевых каббалистических текстов, «Сефер и Циру», где говорится о том, что Бог начертал офанимов, серафимов, священных животных и ангелов помогающих. Кто такие серафимы? Это высший класс ангельской иерархии, которые у самого Бога находятся. Это вот такие почти что Боги. Кто такие офанимы? Это обычно считается класс, который чуть-чуть ниже находится. И это тот разряд ангельской иерархии, который следит за гармонией, за справедливостью, за тем, чтобы законы Вселенной выполнялись. Ну и вот если мы теперь смотрим вот с этой точки зрения на тот самый текст, вот встречается в тексте такое слово «карматман». Это тот, чьей сущностью атма является карма. Мы буквально сталкиваемся вот с этим самым значением, которое связано с офанимом. Серафимы, да, те, кто почти что около Бога. Это дэвы, буквально, Бог. Священные животные, да, пранин, то, что в санскрите встречается пранин, то есть дышащий, прана, дыхание. Пранин – это тот, кто дышит. И, наконец, ангел, помогающий в Сефирьи Цири очень чётко имеет соответствие с тем, что написано в законах «ману». Это слово «садгья». «Садг» – это санскритский корень, означающий «помогать», «способствовать», «достигать» и так далее. Вот возникают совершенно чёткие параллели, и, таким образом, достаточно такой тёмный, непонятный текст, священный текст законов «ману» начинает постепенно приоткрывать свои загадки благодаря Елене Петровне Балавадской. Вот, таким образом, вот я соглашусь здесь полностью с Сергеем Павловичем, что текст тайной доктрины обладает очень большим эвристическим потенциалом. Вот, при работе и в естественных науках, и в гуманитарных науках этот текст может много чего дать. Я надеюсь, это будет понято в дальнейшем исследователями академическими. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господин Хморкин, огромное спасибо. Очень интересный, как всегда, ваш доклад, такой бодрящий, я бы сказала, для всех нас и для тех, кто смотрит прямую трансляцию. Конечно, несомненно, представляет, я бы сказала, не только исследовательский интерес, вот как мне, насколько понятно, а он, наверное, более всего именно научный интерес. Законы МАО на санскрите, я здесь немножко вывела, скажу вам чуть-чуть, ладно, содержат 2586 стихов или шлук. И они разбиты на 12 глав. В сумме, если последовательно мы сложим цифры, то мы получим 21, а если парой сложим эти цифры, мы получим 12. То есть мы имеем две силы, 12 и 21, как зеркальное отражение. Или центростремительную, центробежную силу. Или... Светрю. Да, или одновременное движение полярных сил при приближении друг к другу и их соединение. А сумма этих стихов, 12 и 21, шлук, скажем так, да, понятно сколько? 24. То есть, если соотнести первый акт творения Вселенной с комментариями Елены Петровны Балавадской в «Тайной доктрине», то именно в первом творении заложено 12 циклов по часовой стрелке, которые идут как годы, да, и 12 циклов против часовой стрелки, которые движутся как более продолжительные циклы. Так, господин Хуркин, вы же нам о Калачаке рассказали сейчас, да? Получается так. Да, вот. Это самое главное. То есть, получается, первая глава законов Ману описывает представление о происхождении Вселенной, излагает сведения о мироздании и его творце, божественном самосущем, да, о происхождении основных четырёх сословий этих и главенствующей роли брахманов в охранении сокровищницы Вселенного закона, к которому следуют люди. А вот как раз тайная доктрина, да, вы обращались часто и в своём докладе, ну вот я бы сказала, что как красная линия была, вы всё время говорите, говорите, здесь что-то тёмное место, здесь что-то не знают, здесь как-то нет единого мнения. И всегда мы к чему обращаемся? К изначальному первоисточнику, к тайной доктрине. Чего? Там нет тёмных мест, там есть единое мнение, там всё разнесено. Только, может быть, мы не можем, да, так быстро это заметить, потому что наше внимание рассеяно. Так вот тайная доктрина как раз раскрывает смысл этого закона, закономану, и доказывает тождественность законов космоса, природы и человека. Огромное спасибо ваше исследование. И такое вот своеобразие, я бы сказала, научных исследований, которые вы представляете ежегодно на конгрессах, в синтезе аналитики санскритской терминологии, тем более такой наисложнейшей темы, как создание Вселенной, имеет огромное значение. Аплодисменты всего зала вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ